итак значит мы сегодня пришли вот здесь и находится главный павильон expo japan drone как вы видите здесь очень много компаний представляют свою продукцию не только японские но и зарубежные тут есть как дроны так и комплектующие к ним разные сервисы школы и там подобно сейчас мы пройдемся немного посмотрим какие есть продукции здесь представлены что нового мире сфере робототехники и дронов ну что ж погнали тут перед входом стоит огромный как огромный большой беспилотник терра лабо это одномоторный самолет размер примерно у него размах крыльев 5 метров человек рассказ технические характеристики скоростью 100 километров в час примерно тут же представлен прототип спидер называется хобербайк так вот выглядит он интересно это макет я вам скажу он здесь не рабочий просто прототип представлен пока что тоже дженера гуардиан охранник вызывается интересно то тут тонако днки компания представляет такие вот дроны я не буду вдаваться подробности характеристики очень очень сложно это все перечислять то что очень много но вот данный дрон летает со скоростью 14 почти 15 метров в секунду с 60 метров в секунду с 60 метров в с минутами запас хода очень очень хорошие вот эту техника водный транспорт там стоит вот катера такие тоже как гаэрогресс глиссер он называется большое и также вот здесь у них представлены стенды испытательные как они там тестируют интересно достаточно с этой стороны вот лебедка для дронов сколько она кстати килограмм поднимает 8 килограмм поднимает на 55 ватт мощность очень хорошая штука кстати какие-нибудь вещи там из вытаскивать вытаскивать из каких-либо неудобных мест на базе матриц матриц 600 зеландрон со стереосистемы там снизу спикер и защита для дронов вот такая вот по кругу вот тут у нас а тут академия тут для можно поучиться полетать на дроне вот сделано типа как тренажер как трасса как в инфоиске летаешь только на дроне по скорости вот что-то быстро слишком летит этот диджай пойдем дальше посмотрим тут расположены дроны компании фукаден небольшие дроны интересные вот у них зарядка идет среди по всему большая это видимо вот кабель он отматывается да то есть и можно летать достаточно долго с этим с таким подвесом то есть как бы кабель легкий дрон летает как бы кабель за ним тянется и питание идет можно летать достаточно долго так что у нас с этой стороны мы не будем ничего пропускать так прям все пройдемся снова какая-то рама для дронов алюминиевые такие профили стоят так какого формата так ну что ж здесь а здесь вот похоже на октокоптер 8 двигателей снизу стоит у них этот то ли радар этот лазерный то ли еще что то какая-то мощная система ладно пойдем дальше он здесь интересно мини дроны вот этот тело дрон от диджайя ну как один из я не знаю что они там тестируют мне интересно достаточно это биг камера биг камера это известный магазин электроники в японии у них у них вот есть разные дроны это вот там диджайевские представлены здесь рабочие диджаи аэробой и так далее там же представлены подводные дроны мы подводным дроном чуть попозже вернемся там вот пиксфоди кстати я до этого в одном из видео показывал это компания которая занимается разработкой программного обеспечения для создания 3d моделей по фотоснимкам с дронов а да феникс лидер систем да это система лазерных радаров то есть лазерное сканирование на местности то есть вот сайт система вот так вот выглядит она и она значит он летит она сканирует все перед собой ну или на 360 градусов под собой то есть интересно достаточно систему можно создавать трехмерные модели туннелей там или пещер ну и тому подобное то есть многие компании используют их для своих целей вот интересно тоже тсв дрон rq1 прикольное что-то только уа тоже какой-то тепловизор похоже мощный скай века вот у них кастомные дроны это вот для опрыскивания полей такой вот дрон интересно 10 литров 9 килограмм весит 13 минут летает так пойдем дальше посмотрим так это у нас тест филд фукушима робот тест филд меня там еще не был но говорят интересное место тоже это синерджи 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 т там кстати наверху вот если видно отсюда это типа дирижабль как этот аэростат от компании максл они запускают его в для измерения погоды и так далее то есть там он на тросе привязан но тоже автоматически летает сам сам управляет там так это че аква космос create your earth тоже программы для создания видимо трехмерных моделей да вот 3d трехмерные модели можно создавать с помощью этой программы вот они используют inspire 2 для да своих целей да джепикло это контора специализирующаяся на разных аксессуарах для дронов вот как мы видим есть парашют есть вот спасательный круг то есть это система на случай экстренных каких-то ситуаций для дронов также вот у них есть камеры да мультиспектральная и термическая камера вот это от флира да байфлир да но флира они очень хорошие камеры термальные делают на диджа airworks я видел их их не прототипы очень очень интересно здесь дрон такой на колесах сделаны тоже полезная штука я правда не знаю здесь какие устройства на ней устанавливаются здесь ничего не написано ну то есть он просто ездит как бы с камеры а какое оборудование можно вешать это надо узнать а вот вот это вот тоже интересная система это автоматическая система для нахождения разных аварий или там каких-то происшествий на дороге или вообще в этом как его в городе где-то то есть вот он летает автоматически передают данные вот здесь вот это вот у них идет вот magelan system japan но это навигационные эти антенна так здесь blue innovation blue innovation кстати тоже очень интересно у них там дроны защита правда для дронов для небольших и вот у них здесь своя летный полигон небольшой сотворили они но известная фирма диджа я думаю все об ниска не слышали очень много тоже представила моделей своих дронов это вот новый матриц 2010 210 артике версия 2 вот этот manifold 2 это микрокомпьютер мини компьютер для дронов специальная разработка диджа я вот система типа управления здесь зарядка у нее встроена монитор сразу антенны вот вышел в поле и все больше ничего не надо диджай мавик 2 2 это вот интерпрайс которая версия вот здесь вот видно вот он то есть на нее вешается отдельно какое-либо дополнительное оборудование это может быть как мы видим здесь мигалка либо это вот колонка либо это прожектор так дальше что здесь еще имеется но это вот новый подвес они у них рекламируют они камеру векам 001 это видимо термальная камера тоже где-то я видел похоже это радар скайлуп лазерный сканер они называются лидер то есть не радар а лидер так что еще тут диджай есть давайте глянем так вот да пожалуйста два подвеса то у них вот новая камера x5s с зумом с небольшим и тут вот находится вот тут как раз радар спереди вот он идет у нас и дорогие опрыскиватель такой дрон опрыскиватель для полей так ну что ж пойдем дальше здесь немного шумно просто следующий на очередь здесь идет фирма это вот хитачи хитачи inspire next на них представлен брон марк отм с камерой sony на подвесе и это вот прожектора у них идет диодная интересно интересно выглядит вот пять шесть или семь килограммов он с обвесом дрон интересно и вот у хитачи у них разные проекты по использованию дронов на предприятиях или на каких-то инфраструктурах для проверки значит износа заводов износа конструкции или кораблей чтобы людям не лазить там вот интересно значит отдел это максов давайте пройдемся глянем они представили здесь автомобиль автомобиль для перевозки дрона который работает в полях то есть оборудованной платформой вот видно отсюда снизу идут тут емкости для травы там или что вот он так вот летает по полям опрыскивает это на базе хайджета дайхатсу сделаны кстати ну у максова один один из самых крупных стендов здесь в этом представлен и есть про дрон такого плана вот который может садиться на воду как вы видите это снизу это поплавки они не дают ему утонуть то есть камера идет герметичная да вот видно здесь там гоупрошка стоит и дрон то есть не боится воды то есть двигатели тоже здесь как видно они закрыты полностью поэтому все норм также вот у них представлены разные большие уже квадрокоптеры батареи вот кстати да они они одна из немногих фирм которые производят батареи для коптеров то есть удобные батареи для быстрой зарядки разрядки и вот здесь представлены разные модели дронов и где их батареи используются так вот сейчас батареи сами я вам покажу они вот здесь у них находятся вон там стенд с батареями идет вот зарядники для быстрой зарядки идут и вот там батареи новые так ну что ж погнали дальше вот тут какое-то устройство непонятно я не знаю для чего это наматывается это видимо вот которые эти вот дирижабли отпускают вот это вот колесо которое наматывает быстро а вот дрон для работы в полях вот смотрите пожалуйста грядки полоть можно дроном то есть вот вот дрон который газонокосильщик срезает траву очень интересно luckily сюда asphalt спасибо 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 нет не но это пациент фруб ракхи. ракхи контроля ракхи и И так, как и у них есть смартфон. Таким образом, что мы можем сделать это для детей. Сколько еще консепта? Я уже не знаю, я уже не знаю. У меня ученики 1 месяц, когда я делаю это. Я учительный уровень. Ага. 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 Ну вот так же вот у них. То есть это модель для концепт. Она не для продажи. Это студенты сделали месяц примерно делали ее. Типа как игрушка России радиоуправления. Для работы в полях. То есть для детей. То есть чтобы им было интересно помогать родителям вот такими вещами. Управлять и где-нибудь в огороде помогать. У них вот так же аэроглистер здесь есть. Тоже концепт я думаю тоже студенты делали. Это гоночный судя по всему. Ага. А вот у них даже здесь есть такая вот интересная техника. Модель. Хм. 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 Вперед назад. Практически как человек уже. Тело добавить и все. А вон там хомячка посадили они туда. Это вторая версия видимо у них там. Тоже здесь какая-то станция контроля интересная. Пойдем дальше посмотрим. Что тут еще есть. А то тут у них есть. Какое-то оборудование. Это видимо для. для. Если вы утонули или где-то плавать чтобы можно было это. Дрона значит. А. Ну да. Вот. Тут даже показано что это видеть на доске для серфинга сделано. Типа для воды. Полностью все герметично. Судя по всему эта штука она плавает. Там внизу вот двигатели ставят подводные. И сверху камера. Да. А это вот видимо панель управления для тех кто в воде. То есть тоже плавает чтобы было удобнее было. Ну такой манипулятор небольшой робот. Компактный. Интересно тоже выглядит. Народу много. Ну там что-то показывают что они. А это вот они этим управляют. Вот вверху камерой с дирижабля. С этого. Ладно. Пойдем дальше посмотрим. Да. Вот здесь у них также есть. Интересно да. Смотреть. Вон подводные дроны. Которые под водой. Плавают. Один значит с проводной. А другой беспроводной. Вот он. Там у них и прожектор у него есть. Еще что-то. Ну то есть. Интересно. 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 Бассейн хороший. Это тоже вот они от Максова сделали. Специальный летный полигон. Тут и бассейн есть и полетать можно. Очень удобно. Вот дрон. Это 600-ый. С большим прожектором. Мощная штука. Так. А этот дрон у них это. Тоже на воду по ходу садится. Я точно не помню. Но вот эти штуки. Они у них отстреливаются. То есть вот. Вот здесь идут эти. Бешки. То есть они туда вставляют эти бутылки. И когда он взлетает. Они отстреливаются. Чтобы не мешать. То есть с водой взлетает дрон. Тоже вот такой вот. С двумя турбинами. Какой-то дрон. Вот показан там кстати. Movable Leg Flying Object. Интересно. Интересно. А ну вот там вот видно. Что как показан. Эти штуки. Отстреливаются. И скидываются этому. Ну пострадавшему. Или кто там. Чтобы он спасся короче. Одна этих бутылка. А это лебедка для дронов. Это вот. Не лебедка. Точнее. Ну да. Лебедка с тросом. Чтобы мелкие дроны далеко не улетали. Ветром их не сдувало. Для безопасности. Вот защита для дрона. А это что такое. Что-то непонятно. А. Это судя по всему. Это какой-то. Типа. Вакуумник. Создает вакуум для поднятия. Вот. Видно отсюда. Да. Вакуум пад. Интересно. Интересно. Так. Что еще здесь у них есть. Вот. Интересные тоже. Дроны которые ездят по. Линиям электропередач. На этих самых. Вот на роликах. Они. Балансируют. Балансируют. В общем тоже. Пропеллеры есть. То есть. Он может и летать. Он там показан. В чем. Как делается. Вот он. Поехал. Ну. Пропеллеры для изначального баланса сделаны. Чтобы он это. Падал. Тоже защита. Большой такой дрон. Да. Что тут еще. Алс Альпайн. Тут вот с радаром. Видимо тоже идет. Да что это. Ну. Похож очень на. Радар. И батареи. Вот они. Их не батареи. Которые. Достаточно известные. В мире робототехники. Их достаточно часто используют. Они компактные. Имеют защиту от удара. И заряжаются очень быстро. Докумус Кай. Вот Докумус Кай. Здесь у них стенды для демонстрации проектов. Вот. Проверка этих солнечных панелей. Переноска грузов. Проверка тоже инфраструктуры. Оно. Вот. У них представлены. Даже. Макеты. Солнечных панелей. Вот. Загажены. Повреждены. Тут вот. Поле. Для этих самых. Пассаженцев. И. У них вот такой. Дрон. Типа дрону. Как бы. Со светодиодами. Вот там. Шар вокруг него крутится. И. Создает какие-то. Эффекты. Вот. Они показывают. там. Про. Программы. Какие у них есть там. Так. это. СССР. Ну это. Который я говорил. вот эти дроны. Чрезвычайных ситуаций. Разрабатываются. Просят не трогать. вот. Диджай представляет новые подвесы. Зенмюз X7. Уже X7 даже. XT2. Она тут термальная камера. GS Pro. Это. GS Pro. DJI. Новая. Ground Station. Ну то есть. Для проектировки. Прокладки маршрутов. Вот. Phantom 4 RTK модель. Вот. Аграс MG 1P RTK. Которые. Тоже я показывал на. Airworks. DJI Airworks. Игорь. Вот интересная система. Парашютов, да? Вот. Ага. Мышляет. Ага. Мышляет. Мышляет. Пусть это. Игроном. Модель. Да. Да. Игроном. Игроном. Ага. 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 Класса тоже. Класса тоже. Класса тоже. Класса тоже. 5 кг. Ага. Да, это не так, не так. Но.. Эта машина на 1 кг. Да, у меня есть 1 кг. У меня есть 1 кг. У меня есть 1 кг. Но это просто, что у меня получается, но пока я не использую дорогу. Поэтому, если у меня есть дорога, у меня есть дорога, чтобы я не буду искать дорогу. Да, понятно. Я понял. Это выключается? Да, это выключается. В данном случае, в мануале, в мануале, в мануале, в мануале, выключается. Это выключается. Спасибо. Здесь у них представлены как раз подводные дроны. Вот мы видим. Вон он там под водой. По кабеле он соединен. То есть передает изображение на монитор. Вот мы видим там его параметры. Очень интересно. Стали делать уже подводные. А вот он, кстати, здесь можно получше рассмотреть как выглядит подводный дрон. А вот здесь контора уже представляет интересные проекты по проверке инфраструктуры. Тоже разные. Даже вот есть какая-то коробка у них. Блин, там не пройдешь что-то. Много людей. А, ну вот видно отсюда. Это Drone Hub называется. Как типа ангар для дрона. Прямо там и заряжается, да. И оттуда миссии выполняет. Допустим. А ну вот здесь написано какие вот. Тоже проверка солнечных панелей. Проверка вашим. И да, вот такая вот система. Интересно. Интересно. А, вот здесь можно глянуть. Поменьше людей. Ну да, прикольно, прикольно. Ладно, пойдем дальше. Вот тут есть компания KDDI. Представилось очень много дронов. Дрон для спасения людей. Это скажем так человек, это не пилот внутри. Это человек, которого надо спасти. То есть дрон изначально управляется оператором удаленно. Он летит туда, где человеку там плохо стало или еще что-то он там попал. Беду вот тут. Показано. Дрон прилетает. Человек забирается внутрь. И он его туда, это оператор его оттуда вытаскивает. Управляет. Вот тут тоже у них модель какая-то Pro Drone. Тоже с большим подвесом, с хорошей камерой с термической. Давайте посмотрим, что с этой стороны. А вот Pro Drone. Тоже вертолет. Вот. Для опрыскивания. Интересно. Тоже выглядит. Ну вот здесь вот WS Drone 360 камера. С этой стороны пока мы не ушли глянем тоже. Интересно. Интересно. Достаточно. Что у них. А вот она на таком под снизу висит. И да. Снимает. Снимает. Так. Ну что. Пойдем дальше смотреть. Там еще у них FDDA есть. Есть. Вот такой вот интересный дрон. Даже сбоку у нее есть Pro Drone. Видимо, что вперед быстрее лететь. Что конструкция массивная. Тоже, видимо, какой-то он то ли опрыскивает, то ли еще что-то делает. Но у них там под этот есть под емкость, под жидкость какая-то. Так. Давайте обойдемся. Ну, с этой стороны находится разного рода вот World Drone Congress, Joao. Тоже интересная компания, но техники там нету. Просто информация. Вот еще один дрон у них тоже для работы в полях. Камера стоит у нее. Это Security XF1 Pro Drone. А, нет, это не Pro Drone. Это Sky Matrix. Matix. А это что за дрон? Это вот. А это Pro Drone для тоже чрезвычайных ситуаций. С мегафоном, с камерой, с зумом. Интересная штука. PD-8X. Мотор хороший, конечно. Так. Ну что ж, погнали дальше. Что еще здесь есть? Ну, вот тоже дрон с защитой. Интересная конструкция выглядит. Вот у них здесь описание. Летает 16 метров в секунду. Очень быстро скажу я вам. Ну, 8 моторов неудивительно. 1 час. А, понятно. То есть миссии примерно на, можно это самое, на час заложить. Но сильно летает всего 30 минут. В общем, видимо, он приземляется, подзаряжается и дальше влетает. Так, ладно. Пойдем дальше еще глянем. А ну вот здесь вот еще пройдем. Lumix. У меня здесь стоит еще от сенсора. Это снизу стоят камеры. Или FPV-камера или еще что-то. Тоже 12 метров в секунду 30 минут. 3 килограмма весит. Здесь очень легкий. Смотря на размеры. А вот здесь интересные дроны. Таких еще не видел ни разу. Это гибридные двигатели. То есть и электро и бензиновые. Aero Range. С камерой вот показано, как выглядит. Двигатель сверху, вот он установлен. И моторы электро еще идут. Вон только я не знаю, как там привод. Система приводов для двигателя идет. Есть ли она или нет. Сейчас спросим, ами вообще для чего эта штука? А. А который тут как пачка? А. Энжина на градионе. А. А. Вот там была энергетика. А. А. Энжин. А, ну ты. Генератор, да? Генератор, да. И直接 мотор обращается, аааа. А здесь есть газолин? Да, здесь есть. Понятно. Сколько лет можно летать? 1 часа? 183 часа. 180? 3 часа. 3 часа. Фултанк? Монтанк? Монтанк. Здесь есть спекты. Ааа, хорошо, хорошо. Вот так. Да, да, да. 6.5 кг. Добавляем, немного меньше. Ааа, да. Добавляем. 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 И еще одна. Ааа, интересная. И еще одна. О, да. Ааа, да. Добавляем. О, супер, хорошая модель. Вот это? Да, это тоже камера. Это стереокамера. Это антипрессия. Да, да, да. И это для этого距離. О, красиво. Спасибо. Спасибо. А, это зависит. Так, ну, в общем, вот этот двигатель нужен для зарядки аккумуляторов, как она сказала. На полной загрузке, то есть бака, полный бак, дрон летает 3 часа. Такой огромный дрон 3 часа, это, конечно, да, мощно. Но если будет подвешен груз какой-то, вот он для груза, да, например, ориентирован, то будет летать уже меньше, где-то 95 минут. То есть вот этот двигатель, это генераторы для дронов, для зарядки батарей. Тоже вот KDDI. KDDI. Вот интересная камера, но что-то какая-то мощная. Canon. Похоже на кинокамеру. Новая, новая версия. Так, тут дрон для сканирования тоже. Тоже с радаром. ProDron. Rigel. Вот. Для сканирования этих самых местностей, для создания трехмерного модели. Так. Ну что ж, начнем отсюда. Тоже вот огромный октокоптер. Здоровая техника. Спрейер. И тут у них еще поменьше, чуть-чуть дрон. Интересно. Mapping Security Fixing Queen. Да, вот. Показывает, что они делают модели, то есть, территории, защита и разного рода программы. Так. Давайте посмотрим, что еще здесь есть. Ну вот, эти дроны. Это Gladius. Гладиус. Или как он тут? Мини-Gladius, да? Chasing. Дрон, беспроводной дрон для подводных съемки. Интересная система. Так. Давайте сюда еще пройдем. Так. Давайте сюда еще пройдем. Так. А здесь у них это... Привет. 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 Я делала вот эту подводную покрыту. Интересно. А вот эта модель? Нет. Да, босс. Да, да. Город, да. Это очень весело, да? Это очень весело, да, но намного весело. Классно. И, конечно, в потоке, я думаю, что, О, очень интересная. Мы идем в море, и мы идем в море. Сколько времени? Сейчас 2-3 часа. Денду. 3 часа? Да, 3 часа. Это 2 метра. Сейчас 2 часа. Вон, это 1 часа. Кроме того, это 1 часа. Мультикоптера для полного времени. 100 кг. Анатенна, что нужно? Да, да. 100 кг, но с детьми на полном уровне, это очень полезно. Да, да. Да, да. Мне интересно. Попробуйте, пожалуйста. а это займа это что я узко ну вот это утра дар как раз эти лазерные лидер solution для создания трехмерных моделей ладно пойдем дальше рюкзаки его для переноски кейсы дронов тоже интересная штука она вода у них разные мягкие такие для маленьких для больших называется митсу биши коститана то не дрон интересно и видите индустрии так и чё это какие миссии выполнят а но он для вот надводной береговой да для надводной работы и береговой работы создан вот интересно интересно вертолет так а здесь суккуба дронского суккуба дронского есть также модель донова не это как и звездных войн а этот показано они делают вот типа для человека нам большую версию генератор есть тоже на этом установлен или не они вот это уже не генерал дружи так просто делает бензиновые вот тяги идут на двигателе бензиновые двигатели вот тоже показано летающее крыло у них большой дрон не знаю метр два наверное может быть два с половиной даже и а тоже радары лидер мобайл маппинг систем у них здесь термальная камера тоже интересно 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 такие мини с защитой интересно сделано а баку баку вот все аэротех тут пропеллеры на дрон даже о хех 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 команде хех интересы баку хех PAUL а баку а Антон а а а Шивой инопо м ой У них разные роторы, а не роторы, а эти двигатели, электродвигатели для дронов. Сказалось, что американская компания, но завод в Китае. Сейчас все у всех завод в Китае, многих точнее. Ну вот, пожалуйста, вертолет для тоже лазерного сканирования местности. Или вот дрон 600-й матрис тоже сделанный. И вот лидер, вот эти вот лазерные системы для сканирования. Горизон. Вот эти Gladius Mini, вот этот дрон, который для подводной съемки. Есть с проводом, есть без провода, то есть разное. Интересно. Вот тоже подводный дрон. Но он уже более такой здоровый. Интересно, Full Deep называется. Системы лебедок для дронов, для небольших. Вот, пожалуйста, пока спривязывают такой дрон. И можно летать далеко, и дрон не потеряется. То есть его ветром не унесет. Вот, видимо, сильный ветер включен. Пойдемте глянем еще в последний ряд. Там были системы защиты для дронов. Вот, дрон для пожаротушения, видимо. Кулеры стоят. Вот, да, система защиты для дронов. Вот на этих самых, прикольно сделанных тоже. С LED. Вот тоже система безопасности для дронов. Ну, то есть клеточки такие. На колесах вот такие даже. С пропеллерами. Это что? А, во, это он по стенам ездит. Ни хрена себе. Прикольно, прикольно. Вот, я не знаю назначение данной системы. Для чего это? Видимо, для... А, для проверки стен. То есть он... Он может проверять стены, например, на теплоизоляцию или на ультразвуком. То есть... Большая версия. Так, тут у нас какая-то сетка. Сетка для поимки дрона, что ли, или что-то в этом духе. О, вот это, блин, огромная махина. Честно. Ну, судя по всему, уже бензиновый вертолет. Он работает на бензину, куча датчиков, куча сенсоров. Что он делает? Соса. А, какой у хирикоптера, а что я делаю? Маска-соса. Шотетсо. Ааа. А, какого-то... Хирикоптера... ...и... ...все, безусловны. Так, везде, поэтому... ...бутык. Ааа... Ааа... , аа... ...сор". Это благодарить что это, для того, что это будет узн demandа. Аааа... 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 ...эликоптера. Ааааа... Аа... ...сор. А... Ааа... Сверху... ...сор. Аааа... Сверху... ...то... ...дреймот он е, ааа... вот 実証するため не и маланей дам а в еда а чек чет что и маска а и камера от моком минут а за счет суббор Да, 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 да. Сколько килограмм? В общем, это вертолет для спасательных операций, для поиска пострадавших после аварии, там у них радары, камера. 400. 400 килограмм? О, очень большой. Да. А, хорошо. Какой килограмм? Сколько килограмм? Сколько килограмм? Да,速度. Сколько килограмм. Сколько килограмм? Сколько килограмм, за каждого кипения. на ходу на это займа что в общем этот дрон для спасательных операций не вот три камеры с разных сторон бензиновый двигатель 400 кубовый ямаховский стоит рассчитанный на скорость примерно 90 км в час и время полета около часа такой вот здоровый вертолет для спасательных операций здесь интересно тоже подводные подводные дроны такой вот небольшой мини интересный дизайн power vision вот такое дон яйцо открывается там пропеллеры и полетел поверегон называется пульт такой простенький интересный интересно интересно тут у них тут повера еще вот такая вот подводная система это проводная вот проводная то тут беспроводной дрон вот тот вот насколько я понял системы безопасности для дронов вот пожалуйста видно привязывает дрон какой лебедки там сверху и сам дрон еще оборудован сеткой для пропеллеров плюс привязан к лебедки вот летает он что у них еще есть ну вот помимо того что лучи продают они для дронов это то есть карбоновая также есть защита для больших даже дронов для небольших дронов для матриц 600 вот для этих диджай фантом кстати вот такая защита достаточно хороших можно прям вообще и в стену и ваше что угодно врезаться и ничем не будет но это именно подвесок именно чтобы его вот так вот сверху цеплять это не просто как бы вот чтобы не ударялась вот для 200 грамм очень 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 вот даже такие тесты проводят легкая достаточно защита вот этот это еще легче до 100 грамм это 200 грамм весит вот это наверно возьмем safety guard этот краш-тест и проводят в целом нормально живой дрон живой ничем не случилось здесь находится тоже компания по который делает такие кастомные дроны для небольшие и тоже известная фирма флир изобретает делать подвесы с термальными камерами для дронов диджай ну и не только у них там разные варианты есть вот этот не подвес это просто камеры но так и такие есть небольшая термокамер тепловизор называются вот они пожалуйста снизу на 2 210 видно их даже телевизор я приехала пожалуйста снимает ну вот принципе все если у вас остались какие-либо вопросы задавайте в комментариях с вами был дэн если вам понравилось обязательно подписывайтесь ставьте лайки не забывайте делиться этим видео с друзьями нажимайте на колокольчик все увидимся в следующих видео до скорых встреч в следующем видео до сих пор в следующем видео до сих пор субтитры а Продолжение следует...